В мире бокса далеко не все зависит от бойца. Иногда зрители могут наблюдать, по их мнению, бой в одну калитку, а по мнению судей, оказывается, что калитка открывается в другую сторону. Приветствую вас, титановые костяшки! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на легендарный и один из самых скандальных поединков в истории бокса между Леноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом, которые окрестили Аферой Века. После долгих переговоров и урегулирования всех нюансов бой был назначен на 13 марта 1999 года. На пресс-конференциях Холифилд обещал нокаутировать Льюиса до третьего раунда и был очень уверен в себе, даже несмотря на то, что ему предстоял бой с одним из лучших боксеров 20-го столетия. Конечно, Эвандера тоже можно отнести к элите бокса, что и вызвало небывалый интерес к такому поединку. Организацией боя занимался Дон Кинг, который долгие годы представлял лучших боксеров на мировой профи-арене. В этом бою он являлся промоутером Холифилда. Нужно отметить, что в то время у Кинга были серьезные финансовые проблемы и судебные тяжбы, которые значительно истощили его кошелек. А на этой волне другие промоутеры начали оттеснять его от дел. Поэтому Дону нужен был мега-бой, чтобы поднять деньжат. Эвандер отвоевал пояс WBA у Майка Тайсона, затем забрал пояс IBF у Майкла Мюрера. Так что он поставил на кон два пояса. В свою очередь, Льюис забрал пояс у Оливера Маккола и успешно его защитил четыре раза, сделав свою ставку. Таким образом, на бочке было три пояса, кучу денег и огромный интерес фанов. Дону Кингу все-таки удалось организовать этот фантастический бой, в который было вложено много денег, а гонорары бойцов составляли десятки миллионов долларов. А это, между прочим, 99-й год. Но нужно отметить и другую сторону всего этого действа. Сторону, на которую простые зрители мало обращают внимания. Букмекерские конторы. Именно они определяют фаворитов и задают тенденции. Изначально фаворитом считался 33-летний Льюис. Но за пару дней до боя чаша весов склонилась в сторону 36-летнего Холлифилда. Но в общем, букмекеры давали приблизительно равные шансы. Самое интересное в этой всей истории, что мы забываем про такой результат, как ничья. А ведь он есть. Несмотря на то, что ничейный результат в боксе – большая редкость, он возможен. А в этом поединке ставка на него была 1 к 27. То есть за каждый поставленный доллар можно было выиграть 27 сверху. В американских СМИ мимолетно проскочила информация о том, что некий мужчина поставил на ничейный результат 10 миллионов долларов, что сулило ему выигрыш в 270 лямов. Имени отчаянного игрока не называлось, так как в Америке ставки – это вид развлечения, а не заработка. Поэтому к нему относятся как к казино или лотерея. Чтобы сделать ставку на ничейный результат в боксе, нужно быть явным фантазером. А чтобы спрогнозировать ничью в поединке между двумя лучшими тяжеловесами-накаутерами своего времени, нужно точно знать исход боя. А в данном случае такой человек был. Это Дон Кинг. Но вернемся к самому поединку. Первые два раунда остались полностью за Льюисом. Он бил больше и точнее. Только во втором раунде он попал 42 удара, в то время как пропустил от Эвандера только 8. Но на третий раунд Холифилд вышел абсолютно другим боксером. Ведь именно в этом раунде он обещал нокаутировать Ленокса. И нужно отдать ему должное, был к этому очень близок. Но все-таки не смог довести дело до конца. Редактор субтитров А.Семкин В четвертом раунде Ленокс снова начал забирать инициативу и возвращать поединок на начальные рельсы. В пятом раунде преимущество Льюиса было бесспорным. Он снова приземлил на голову Холифилда более 40 ударов, пропустив в ответ около 10. Субтитры создавал DimaTorzok В шестом раунде Эвандер снова решил отправить Льюиса отдохнуть на канвасе и пробивал хорошие силовые удары. Вот только практически ни один из них чисто не попал. Седьмой раунд был полностью под контролем Льюиса. Он работал с опущенными руками и делал, что хотел, избивая Эвандера с дистанции. Восьмой раунд прошел в таком же ключе, при полном контроле Льюиса. Он выбрасывал и попадал в разы больше, чем Холифилд. В девятом раунде Эвандер снова активизировался. Наверное, это был какой-то его план. Каждый третий раунд включать режим Берсерка и пытаться нокаутировать Ленокса. Но усталость дала о себе знать. Несмотря на хорошие попытки, его удары уже не были настолько быстрыми и сильными, чтобы Льюис упал. Начало десятого раунда снова было за Холифилдом. Даже несмотря на протесты Льюиса к рефери за удары ниже пояса, которые тот оставил без внимания. Эвандер отлично начал. Но и Ленокс не собирался отдавать раунд просто так. Одиннадцатый и двенадцатый раунды прошли в одинаковой манере. Холифилд иногда пытался пробить на скачке и выбросить пару силовых ударов. А Ленокс полностью контролировал ринг и дистанцию, обстреливая оппонента с разных углов. В этом поединке Ленокс был слишком хорош для Эвандера. Он полностью доминировал и проиграл максимум три раунда. За весь бой Льюис попал по Холифилду больше ударов, чем тот вообще выбросил за бой. А пропустил от Эвандера в четыре раза меньше. После финального гонга Льюис полностью был уверен в своей победе. В принципе, как и все зрители. Но у судей было иное мнение. Первый судья – 116-113 в пользу Льюиса. Второй судья – 115-113 в пользу Холифилда. И третий судья – 115-115 ничья. Первый судья – 116-113 в пользу Холифилда. Первый судья – 116-113 в пользу Холифилда. И ненависть у зрителей и фанатов. Радость и подсчет денег у букмекеров. Спокойствие и полный контроль у Дона Кинга, который знал, что так и будет. После такого шокирующего результата немедленно был назначен матч-реванш. Но это уже другая история, которую я вам поведаю в следующем видео. «Пика!» «Алло, жирокость спокойно». «Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо». «Как бы они отходят из этого образа, представляем, что мы медведи». «Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так. Хоба! Да! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Клодрака одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хлоту вырываю ключицу, это ключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Продолжение следует...